МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире очередное 30-е заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Призываем постоянного координатора ООН Баку не становиться инструментом бакинского режима на пути введения в заблуждение международного сообщества. Баку – ад для прав человека. Информационное агентство, управляемое Министерством обороны Баку, решило обвинить посла Ирана в Восточной Армении в реваншизме Татевик Айропетян. Воспоминания норвежской миссионерки, пережившей геноцид, будут переведены с норвежского на английский. Впервые в Восточной Армении пройдет Международный конгресс арминоведения. С 20 по 21 июля в Дилиджане пройдет второй международный фестиваль «Ремесел». 17 июля состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западной Армении. Перед вечерним заседанием в Восточной Армении депутаты Национального собрания встретились с председателем Национального совета Западной Армении Арменаком Абрамяном и президентом Республики Западной Армении госпожой Литей Маркосян, обсудив национальные и стратегические вопросы, касающиеся коренного населения Западной Армении. Среди присутствующих был один из депутатов Западной Армении. Встреча прошла в теплой атмосфере. Вечером состоялось заседание Национального собрания. В первой части выступила президент Республики Западной Армении Лития Маркосян, представив участие в работе Комиссии ОМ по коренным народам, решение поднятых вопросов и озвученные ответы. Во второй части заседания присутствующие обсудили результаты решений депутатов Национального собрания в ООН о генетических ресурсах и традиционных знаниях нашего коренного населения. Арминак Абрамян подчеркнул, в ООН эта тема не закрыта. В конце заседания участники обсудили текущие вопросы повестки дня. Постоянный координатор ООН Баку Владанка Андреева в интервью агентству АПА рассказала о мероприятии КОП-29, которое состоится в их стране. Общеармянский союз Гарман Ширван Нахадживан провел ряд наблюдений. Постоянный координатор ООН отметил, что КОП-29 должен основываться на новоарторских соглашениях, достигнутых ранее, которые предполагают ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии за счет сокращения доли ископаемой энергии. Усиление политики сокращения выбросов и финансирования, направленное на предотвращение изменения климата среди развитых стран. Союз также подчеркивает, что после таких формулировок возникает большой и логичный вопрос. Снакома ли Владанка Андреева с азербайджанскими мировыми реалиями или находится в другой параллельной реальности? Подчеркивается, с самого начала забавно, что глобальное мероприятие по отказу от ископаемой энергии проводится в стране, которая уже давно является одним из таких поставщиков энергии. Возможно, постоянный координатор ООН в Баку не осведомлена об объемах выбросов и воздействии на окружающую среду, в частности, на изменение климата. Неужели ООН не видела применения запрещенных военных мер во время 44-дневной войны 2020 года, которые привели к уничтожению лесных массивов, не видела, как власти Баку якобы превращают борьбу экоактивистов в средства и инструмент для создания гуманитарной катастрофы народа Арцаха, как они применяют силу к пожилым гражданам, которые подняли голоса протеста в связи с загрязнением окружающей среды? Не был ли представитель осведомлен о политике этнической чистки на основе этнической и расовой ненависти в отношении армян Арцаха в 2020-2023 годах, в результате чего сегодня все армянское население Арцаха превратилось в беженцев, лишенных жизненно важного права на возвращение в свою родную колыбель? Вероятно, в ООН также осведомлены, что подобная политика вовсе не нова для режима в Баку, который в 1988-1992 годах осуществили этнические чистки армянского населения исторических Гармана Ширвана Нахадживана и последовавшие за ними разрушения и осквернения армянской культурной среды. Вся армянский союз Гарман Ширван Нахадживан призывает постоянного координатора в Баку привести свои заявления в соответствии с существующими реалиями и не становиться инструментом режима Баку на пути введения в заблуждение международного сообщества. Известный американский журнал опубликовал статью бывшего защитника прав человека Арцаха Артака Бегларяна. В последние годы диктаторский режим Баку во главе с Ильхамом Алеевым совершил геноцид против коренных армян Арцаха, о чем свидетельствуют оценки ведущих международных экспертов, в том числе первого главного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морена Оккампо и первого специального советника ОМ по предвращению геноцида Хауанна Мендеса. Помимо разрушения многих армянских и христианских памятников, политика геноцида Баку привела к насильственному перемещению почти 150 тысяч армян с нашей древней родины. Отмечается, в течение многих лет Freedom House классифицировал Баку как несвободную страну с одним из худших в мире показателей по политическим правам и гражданским свободам, как из-за внутренних злоупотреблений, так и преступлений против армян. После окончания первого этапа геноцида в 2020 году власти Баку в декабре 2022 года подвергли армян Арцаха Благате. Как подтверждено Амнести Интернационал, блокада привела к острой нехватке основных продуктов питания, лекарств и топлива, что привело к серьезному гуманитарному кризису. Несмотря на постановление Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, требующие от Баку снять блокаду, режим Алиева не только продолжил блокаду, но и начал в сентябре военную агрессию, которая в результате привела к вынужденному переселению всего населения. Позже, 17 ноября 2023 года, было принято новое решение, которое признало насильственное перемещение и обязало Баку обеспечить безопасное возвращение жителей Арцаха, также защиту культурного и религиозного наследия и ряд других шагов. Кроме того, Европейская комиссия против расизма и нетерпимости выродила беспокойность с распространением языка ненависти в отношении армян Баку. В последнем отчете освещены текущие проблемы, связанные с расизмом и нетерпимостью. Комитет ООН против пыток также выразил тревогу по поводу внесудебных казней, пыток и жестокого обращения с армянами во время военных операций, подчеркнув, что эти операции часто проводятся на почве этнической ненависти. Буквально несколько дней назад Freedom House опубликовала отчет, в котором говорится, что задокументированные действия Баку соответствуют критериям этнической чистки, понимаемой в контексте конфликта бывшей Югославии, внесудебные казни, пытки, произвольные аресты, тюремные заключения, ограничение доступа к продовольствию и медицины и к другим средствам жизненного обеспечения, принудительное выселение и насильственное перемещение населения и целенаправленное уничтожение имущества. Продолжение следует. Информационное агентство, управляемое Министерством обороны Баку, решило обвинить посла Ирана в Восточной Армении в реваншизме. Об этом сообщает Азербайджан-Авет Татеви Кайропетян. Напомним, на днях в интервью радиостанции «Свобода» посол говорил о праве армян-арцаха на возвращение. Собхани не первый посол, который говорит об этом вопросе. Я слышала, как послы поднимали этот вопрос на нескольких приемах. Это проблема, по поводу которой ни у кого не может быть иного мнения. Армян-арцаха вынудили покинуть свою дом и родину. Следовательно, они имеют неотъемлемое право на возвращение. Информационное агентство Баку также отметило, что армяне якобы жили там незаконно. Возможно, Месроп Маштоц также незаконно основал первую армянскую школу в Амарасе. Фактически, кто говорит о правах армян для Баку является реваншистом, подчеркнула Татевик Айропетян. Министерство иностранных дел Норвегии профинансирует перевод с норвежского на английский и публикацию рукописных воспоминаний и писем, пережившую совершенный против армян геноцид норвежскую миссионерку Бодил Катарины Бёрн. Недавно Музей Институт геноцида проинформировал норвежскую сторону о наличии архива норвежской миссионерки. Письма и архивные записи много лет назад передал Музею внук миссионерки Юси Бёрн, предложив сотрудничество касательно переводов на английский и публикации норвежских меморалов, хранящихся в архиве. Воспоминания Бодил Бёрн имеют первостепенное значение для изучения совершенного против армян геноцида и являются своеобразным показателем многовековой дружбы армянского и норвежского народа. С 19 по 22 июля в Матандаране имени Местропа Маштоца состоится первый международный конгресс армии наветов. По словам министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян, в рамках этой важной задачи необходимо выслушать именно тех людей, которые вовлечены в столь важную работу, выполняя ее в самых разных странах и контекстах, чтобы понять, выслушать предложения, наблюдения и действительно выступить все облемающие стратегии армяноведения. Подчеркнув, по состоянию на 2024 год, в 15 университетах 12 стран мира организованы центры армяноведения и в этом контексте одной из целей правительства создание сетевого университета армяноведения. Директор Матандарана Арахас Малян отметил, ожидания от конгресса очень высоки. К нам приедут специалисты из престижных университетов мира, в том числе Оксфорда, Гарварда, Болоннии, Сорбона, Женевы. 20 и 21 июля в Дирижане пройдет второй международный фестиваль «Ремесел». В рамках программы двудневных мероприятий Дирижан станет праздничным местом «Ремесел», традиционной песни и танцев, также вкусных блюд. В павильонах, представляющих богатую культуру к оборот качества, вышивки, кружевоплетения, изготовление кукол, обработки дерева и гачарного дела, посетители ознакомятся с уникальными традициями народов Восточной Армении и других стран, примут участие в мастер-классах, продегустируют самые вкусные и разнообразные блюда национальной кухни разных народов. В фестивале примут участие около 40 мастеров из Восточной Армении и зарубежья – Латвия, Сербия, Россия, Грузия, Болгария, Румыния, Иран. Важным компонентом мероприятия является представление канатной игры. Международный фестиваль «Ремесел» – ежегодная важная инициатива, способствующая сохранению и повышению ценностей нематериального культурного наследия в общинах. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!